Парицелии, тыквы смерти, или название, под которым они известны в других мирах, тыквы Джека. В природе тыквы смерти после созревания пробуждаются и потихоньку перемещаются с помощью стебля по ночам. Днем лежат и спят, при этом выглядят как обычные тыквы. Лишь едва заметны полосы глаз и рта. Сорванные или оторвавшиеся от стебля, еще дней 30, парицелии живут и пытаются укусить все то, что им попадется под рот, скажем так. Передвигаясь лишь ночью, тыквы медленно расползаются во все стороны в поисках перекуса. Пьяницы, упавшие в канаву, скота, которым забыли на ночь, на утро от них останутся лишь кости. Идти ночью на огоньки я бы не советовал. Можно оказаться без ноги. Ведь эти огоньки вдалеке, которые так манят, это глаза. Глаза тыкв смерти. Парицелии давно известны в наших краях. И уже нет точной информации, когда и откуда они появились. Лишь легенды и байки. То о великом, но злом волшебнике, который заколдовал некоторые тыквы, чтобы посеять панику, превратив их в зубатых существ. То о помешавшемся алхимике, который пытался изобрести что-то новое и в итоге опрокинул зелье на тыквы, которые лежали у него возле стола. И в результате этими же тыквами был съеден. То о том, что эти тыквы растут в аду, и их принесли с собой демоны во времена первого открытия адских врат. Лишь одно достоверно известно, как эти интересные тыквы попали в другие миры. Когда-то давно, еще в начале второй эпохи, весельчак Джекэрос, или просто Джек, ради забавы собрал днем, пока тыквы спали в волшебный мешок около трех десятков парицелей и их семена. Войдя через порталы между Мирья, они были на тот момент еще открыты и не под стражей. Разнес тыквы в некоторые миры, которые были населены разумными существами. Ему, конечно, было очень весело, пакостью он любил делать, но и знал, что его проделки ничем хорошим не закончатся. И будучи уже в других мирах, за кружечкой Эля, Джек рассказывал, что за ним придут злые существа, и он будет наказан за его шалости. Хотя Джек чистая душа, и все, что он делает, это только шутки ради, но никто его не понимает. Его рассказни кто-то воспринимал за пьяные бредни, кто-то за бред сумасшедшего, но были и те, кто принимал их за чистую монету. Так в других мирах и начали появляться разные легенды, что за пьяницей Джеком охотится дьявол. Что Джек блуждает между мирами с этими тыквами и освещает себе путь, скрываясь от злых духов. В некоторых легендах Джек Эрос был хитрее всех и вырывался из лап подлеца, обретая вечную жизнь. Истина же в том, что Джека забрали стражей между мирья и превратили в камень, поставив новоиспеченную статую перед главным порталом в назидание другим. Субтитры создавал DimaTorzok